Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массовое убийство украинских военнослужащих в колонии в Еленовке в Донецкой области станет одним из обвинений, выдвинутых против России на международном трибунале. Сейчас я процитирую прямую речь президента. Шесть месяцев назад, 29 июля, Россия совершила ужасный теракт в Еленовке. Мы не позволим забыть об этом преступлении, помним каждого погибшего украинского воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены, привлечены к ответственности. Коварное массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора. Конец цитаты. Теракт в Еленовке нужно расследовать и пока с этим есть проблемы. Об этом заявил, что Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества на убийство россиянами военнопленных на территории бывшей справительной колонии в оккупированной Еленовке. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец. Также он сказал, что Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества. Нет успеха в расследовании. И подчеркнул, что не отреагировал должным образом. Международный комитет Красного Креста также, по словам Лубенца, непонятной остается позиция Организации Объединенных Наций. Как расследовать этот теракт российских военных через шесть месяцев после трагедии? Давайте поговорим с Виктором Чумаком, главный военный прокурор Украины в 19-20-х годах присоединяется к нашему эфиру. Виктор, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Вы слышали слова Лубенца. Как вы считаете, насколько обоснованы претензии Украины к Красному Кресту и к Организации Объединенных Наций? Ну, это же организации, которые не расследуют преступления, понимаете? Поэтому, как бы, можно сказать об их слабом участии. Но мы уже с вами как-то говорили, вернее, я на вашем канале уже как-то говорил, что ни Красный Крест, ни Организация Объединенных Наций, ни Лига Сексуальных Реформ никаких не имеют возможностей попасть на территорию Еленовки, если этого не хочет Россия. Ну, мы должны просто-напросто четко говорить, не надо обвинять там Красный Крест, не надо обвинять Организацию Объединенных Наций, ПАСЭ, что угодно в том, что они не могут попасть в Еленовку, потому что этого не хочет Россия. Есть реальный агрессор, есть реальный виновник, который имеет все формы физически, не допустить физически, политически, каким угодно, административным образом, не допустить туда ни одну организацию, которая может что-то там расследовать. Поэтому тут ситуация, ну, скажем так, чуть-чуть по-другому должна идти, и это дело не Лубенца, скажем так, это дело Генеральной прокуратуры, это дело органов досудебного расследования Украины. Потому что говорить о том, что, в принципе, все преступления, совершенные в Украине, должны расследовать какой-то определенный международный трибунал, это неправильно. Есть очень много инструментов. Да, давайте тогда разберемся, каким образом это нужно расследовать. Это все расследуется нашими органами, нашими украинскими органами досудебного расследования. Это они все делают. И военные преступления, которые совершили тут российские военнослужащие, российские чиновники или еще кто-то, если это есть военные преступления, а не воинские, прошу прощения, военные преступления, то их расследуют, в принципе, наши органы досудебного расследования под руководством Генеральной прокуратуры. И не надо искать каких-то других, потому что это тоже есть форма расследования. Тут другое дело, что если, в принципе, мы не сможем кого-то найти, если будет кто-то еще пострадавший, будет иметь статус какой-то там, не только гражданин Украины. Но тогда, в принципе, могут эти преступления расследовать и прокуроры, и следователи, и органы досудебного расследования, международных организаций или иностранных государств. На сегодняшний день уже несколько иностранных государств расследуют преступления России в Украине. Но это преступления, совершенные конкретными людьми и очень конкретные составы преступления, которые описаны в их национальных законодательствах. А если говорить о международном трибунале, это совсем другая история. Это абсолютно совсем другая история. Это история, которая только начинается, вернее, только набирает свои обороты. И о создании такого трибунала уже у нас есть, о необходимости создания такого трибунала. У нас есть уже резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И вот это вот будет история политических, преследования политиков и политических деятелей за совершение преступления агрессии. А все остальные преступления, преступления геноцида, военные преступления, совершенные на территории Украины, могут расследовать другие органы досудебного расследования. Виктор, насколько важным этим органам досудебного расследования попасть на место этой трагедии? Я к тому, что полгода – это немалый срок для заметания следов. Что там уже останется? Насколько это усложнит ход расследования? Безусловно, важно. Безусловно, это важно, потому что на месте, для того, чтобы проведение необходимых экспертиз, необходимых там снять, по крайней мере, описание места совершения преступления, это все необходимо было бы сделать. Ну, понятно, что мы туда не можем попасть на сегодняшний день. Мы можем на сегодняшний день работать только с нашими военнопленными, которые находились в Еленовке и были нам возвращены. Таких много. И вот с ними необходимо работать, по крайней мере, сейчас. С ними необходимо собирать все фактаж, все факты, и в том числе факты, которые были перед совершением этого преступления и после совершения этого преступления. Они хотя бы могут дать картину, которую после освобождения Еленовки можно будет восстанавливать. Кстати, вот есть информация про то, что судья Европейского суда по правам человека прогнозирует более быстрое рассмотрение дела о большой войне, чем о Крыме и Донбассе. Поясните, пожалуйста, о чем тут может идти речь? В каких сроках? Да. Ну, смотрите, понимаете, вот рассмотреть дело можно. Вот судья, я читал сегодняшнее его, в принципе, его интервью «Украинской правде», и тут же идет, ну, «Европейской правде» имеется в виду, и тут же идет разговор, опять идет, о преступлении агрессии России в отношении Украины. То есть это преступление принятия, которое как бы формально состоит в том, чтобы было принято политическое решение совершить агрессию. И вследствие этой агрессии мы уже имеем последствия. Мы имеем Еленовку, мы имеем Станбучу, мы имеем Мерпень, мы имеем все остальное, все остальное, что это есть. Но начало этому всему положило, это как раз-таки преступление агрессии, совершенное руководством России. Это одно преступление. Этот трибунал, этот, в принципе, который может быть теоретически создан, и он, скорее всего, будет создан скоро, вот, этот трибунал. Это как раз-таки является судом, под юрисдикцией которого будет распространяться именно на это одно преступление, совершение военной агрессии в отношении Украины. И тут же ситуация такая, что тут как бы круг виновных, он не такой большой, как круг виновных совершающих непосредственно военные преступления. Тут круг виновных — это политические лица или публичные лица, которые занимают политические должности, которые принимали, соответственно, политические решения или военные для совершения военной агрессии на территории Украины. Само собой, что, в принципе, здесь и система доказательств немножко другая, да, то есть как бы не надо доказывать там конкретные выстрелы, конкретные поджоги, конкретные убийства и так далее и тому подобное. То есть надо доказать о том, что эти люди доказывают. А тут доказательная база, она как бы явная, телевизор, решения, приказы и так далее, то есть указы, мобилизация и так далее. То есть тут доказательная база явная, что эти люди принимали эти политические решения с целью агрессии на территории Украины, с целью агрессии против суверенного государства. Поэтому, да, действительно, такой трибунал, как Нюрнбергский трибунал, он может быть очень быстрым, очень скорым, сам по себе. А вот когда он начнется, это уже совсем другая история. Потому что давайте мы как бы поймем сначала, или как бы прогнозируем, чем и как закончится война. Вот это самый главный вопрос, на который пока мы не имеем ответа. Мы понимаем, что эта война должна закончиться нашей победой. И мы верим в том, что она закончится нашей победой. Но победа эта будет где? На границах 91-го года или в Москве? Если на границах 91-го года, то что станет с Россией? Где будут эти преступники? В каком статусе они будут находиться? Как к ним мы сможем добраться? На эти вопросы пока у нас ответов нет. Ну и вопрос о том, что понесут ли наказание главные идеологи этой войны, упирается, наверное, и в то, сменится ли этот режим по итогам этой войны. Абсолютно. Я поэтому и вам говорю. Понимаете, у нас нет ответов, чем и как мы закончим эту войну. Вот этого ответа Голланова у нас нет. Вот когда мы сможем спрогнозировать с вами или будем видеть, что эта война явно заканчивается распадом России, сменой политического строя, сменой политического режима, изменением главных политических фигур. Эти политические фигуры готовы идти навстречу мировому сообществу с... уже новые имеются в виду политические фигуры, готовы идти навстречу мировому сообществу с целью там, как бы сказать, придать эти преступления, скажем, или этих лиц придать там наказанию за совершенные преступления, это будет одна история. Тогда, в принципе, может быть и трибунал не нужен, потому что их могут судить и в России своими там национальным законодательствам, да, или могут судить, выдать Украине за совершенные преступления. И тут это все может быть. Или, может, это будет международный трибунал, о котором вот сейчас вот как бы говорит Совет Европы. Но это мы должны видеть и знать. А, ну, говорить о том, что вот это будет завтра, послезавтра, послепослезавтра, нет, к сожалению, нельзя. Виктор, давайте мы споделируем ситуацию. Украина побеждает, Россия не распадается, путинский режим не будет повален. А можно ли тогда говорить о заочном осуждении, вот этого спецтрибунала, он может быть проведен заочно, чтобы, ну, эти люди стали париями для всего мира? Опять же, я вам могу сказать так. Вот есть как бы теоретическая модель, что это, в принципе, ничего не мешает провести заочный трибунал. Это теоретическая модель. Есть реальная политика. Да? То есть есть реальная политика. Потому что вот те люди, о которых мы с вами говорим, тот же самый Путин, тот же самый Лавров, тот же самый, там, я не знаю, Шойгу и так далее, это люди, которые пользуются иммунитетом от преследования во многих странах мира. И вот этот иммунитет надо будет снимать определенному, как бы их преследуя, надо будет необходимо снимать. А если они будут оставаться у руководства России, то скажите, с кем тогда договариваться? И пойдет ли международное сообщество на снятие этих иммунитетов и на заочное осуждение вот, а в принципе с преступниками? Вот у вас есть ответ на этот вопрос? У меня нет. Понятно. Спасибо вам и за вопросы, и за ответы, и за заданные вопросы в этом эфире. Виктор Чумак, главный военный прокурор Украины 19-20-х годов присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.